Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Про цветок». В этом видео я, Пашкевич Анна, хотела бы познакомить вас с научными исследованиями, которые были проведены в Институте цитологии Российской Академии Наук в Петербурге. Российские ученые исследовали 20 растительных алкалоидов с целью поиска активных компонентов, которые будут препятствовать проникновению коронавирусной инфекции в организм человека. Когда коронавирус проникает в организм человека своими белками, он сливается с белками клеток человека, в дальнейшем происходит его активное распространение по всему организму. И в настоящее время все мировые исследования ведутся на поиск тех препаратов, которые будут блокировать слияние белков вируса с белками человека. Но с учетом того, что коронавирус постоянно мутирует, впоследствии действие созданных препаратов также будет постепенно снижаться и заканчиваться. Российские же ученые установили, что алкалоид растительного происхождения, пеперин, который был выделен из черного перца, он воздействует не на белки коронавируса, а на его липидные оболочки, препятствуя слиянию липидной оболочки вируса с мембраной или липидной оболочкой клеток человека. Иными словами, при воздействии пеперина на коронавирус не происходит его попадание в организм человека. Если белковая система вируса постоянно мутирует, то липидный или мембранный слой мутациями практически не подвержен. И полностью лишиться липидной оболочки коронавирус не может, поскольку он утратит свою жизнеспособность. Иными словами, потребляя черный перец в качестве приправы, добавляя его во всевозможное блюдо, вы увеличиваете шанс того, что коронавирусная инфекция не закрепится в вашем организме, даже если она туда попадет. Ученые Института цитологии Российской Академии Наук заявили, что именно пеперин ляжет в основу тех БАДов, которые будут направлены на подавление коронавирусной инфекции. Помимо этого, российские ученые заявили о том, что продолжительных клинических и доклинических исследований не потребуется, поскольку пеперин, как и все растительные алкалоиды, являются безопасными для человека. Оставайтесь здоровыми, всего вам доброго, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!